Как выгодно пользоваться кредитными картами? Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта «Финцоветник». Поговорим о кредитках и о том, как я ими пользуюсь для того, чтобы получать максимальную выгоду. Перед тем, как мы рассмотрим сами кредитки, хотел бы сказать о нескольких предупреждениях. Я рассказываю вам в этом видео о том, как сам пользуюсь кредитными картами. Я не претендую на то, что надо ими пользоваться ровно так или что это единственный способ. Вы только и вы несете ответственность за то, что вы делаете или не делаете своими деньгами, как вы выбираете карту, пользуетесь, вовремя гасите платежи и так далее. Ну и кредитные карты это сложный продукт с подводными камнями, мы это с вами тоже рассмотрим. Если вы не уверены в своих силах, то не пользуетесь им. Было на канале у нас еще одно видео про кредитные карты. Оно называлось «Кредитные карты. Добро или зло?». И там были рассмотрены особенности кредитов, которые можно получить по кредитной карте. Рассмотрены правила использования, выгоды и неудобства кредитных карт. В этом видео, да, в чем разница между этим и тем, в этом видео о том, как я ими пользуюсь, с учетом в том числе материала из того видео. Его всячески рекомендую, если вы его еще не смотрели, ссылочка в описании под этим видео. Что мы уже знаем о кредитных картах как раз из предыдущего видео. Банки не дураки. Бесплатные деньги не раздаются. Дело в том, что банки, да, они не готовы нам с вами раздавать деньги. И важно понимать, если мы хотим на чем-то заработать, за счет чего мы можем получить эту выгоду. То есть, почему банк отдает нам эту выгоду, почему для банка тоже нормально отдавать нам эту выгоду. Выгода, скорее всего, будет небольшой. То есть, не стоит ожидать, что можно на кредитных картах заработать миллион. Дело в том, что если бы из банков можно было бы много выжать денег, каких-то бонусов и прочих вещей, все бы давно так сделали, и банки бы урезали бы эти бонусы как невыгодные. Вот, поэтому здесь мы говорим о каких-то мелких бонусах, да, мелких каких-то таких деньгах, которые суммарно могут вылиться во что-то такое более-менее нормальное, о чем мы поговорим в конце этого видео. Но не о миллионах. В чем наша выгода при использовании кредитных карт? Мы берем максимум выгод от банка и от кредитной карты, и при этом обходим то, на чем банк зарабатывает деньги на кредитках. Иначе говоря, кредитная карта – это продукт, где есть определенные бонусы и подводные камни. Наша с вами задача – не заплатить много комиссий, не попасться во все ловушки, не попасть в кредитную кабалу, при этом собрать все выгоды. Как следствие, нужно очень хорошо изучить тарифы по кредитке и те самые подводные камни. То есть не стоит ожидать, что можно ничего не изучать и по кредитке много заработать. Наоборот, кредитки весьма сложные, поэтому нужно изучить точно тарифы. Сейчас поговорим, что именно, и только после этого пользоваться кредитками. Вслепую никогда не пользуйтесь кредитками. Вот истории частые, что кто-то берет кредитку, тратит по ней какие-то деньги, потом выкидывает кредитку, ну и потом коллекторы приходят выбивать огромные долги. В общем, не надо так делать, это крайне опасно и плохо. Еще одно следствие. Банки зарабатывают на кредитках следующим образом. Они дают вот эти деньги в кредит по кредитке под очень высокий процент. Но есть беспроцентный период определенный, и наша с вами задача гасить задолженность по кредитке в рамках беспроцентного периода. Как только мы выходим за беспроцентный период, скорее всего, нам начислят такие проценты, что бонусы их не перебьют. По кредиткам в России по-прежнему такие проценты, что про них лучше не говорить, а то можно аппетит потерять. Что обязательно знать по кредитке, по кредитке вашего банка? Дату погашения платежа в рамках беспроцентного периода. Способы беспроцентного погашения кредитки, то есть пополнения счета. Где это можно сделать? В банкомате. Где самый близкий банкомат к вашему дому? При этом важно понимать еще и сроки пополнения. В чем фишка? Например, у банка по кредитке нужно задолженность погасить до 20 числа, чтобы не были начислены проценты. Если, например, 20 число месяца – это выходной, то нужно заранее это сделать. Нужно понимать дату и понимать, какой предыдущий рабочий день. Может быть, вы пополняете кредитку переводом с какого-то другого счета, но надо тогда понимать, что этот перевод может идти 1-2-3 дня. В общем, в любом случае, надо понимать сроки или делать запас, что если дата погашения платежа по беспроцентному периоду, например, 20-е, гасить его, например, не позже 17-го, чтобы у вас был запас на всякие вещи. Также важно знать и плюшки, которые даются по кредитным картам, то есть бонусы, которые получают владельцы. Теперь о беспроцентном периоде. Важно не слишком сильно верить рекламе, которую вы видите. Например, рекламируется беспроцентный период на срок до 50 дней. Вот я такой видел. Я не буду называть специально в этом видео конкретные банки, потому что кто-то скажет, что это может быть какая-то реклама, кто-то скажет, что это банки скажут, что наоборот их пытаются очернить, рассказывая, что они в рекламе водят людей за нос. Нет, я поэтому банки не называю конкретные, просто говорю, вот бывали такие случаи. Беспроцентный период до 50 дней. Вы видите это в рекламе и думаете, ага, вот я по кредитке что-то плачу, да, и через 50 дней нужно это вернуть. Я когда-то, кстати, тоже так думал, что 50 дней означает плачу, и через 50 дней только возвращаю деньги. По факту, обычно не позже 20-го числа месяца, ну или, скажем, да, если мы говорим, что сейчас у нас там сентябрь, да, в сентябре траты, не позже 20-го октября нужно внести деньги, которые были потрачены в сентябре. И получается, что для трат от 1-го сентября действительно 50 дней, да, то есть 1-го числа потратили, 20-го числа вернули и вот, да, 50 дней. Но, если мы говорим про 30-е сентября, то здесь этот период будет лишь 20 дней, для 15-го сентября он будет 35 дней. Но важно понимать, что если вот эта дата 20-е число каждого месяца, то до 20-го вы должны обязательно вернуть все эти деньги, которые вы в течение предыдущего месяца, то есть сентября, потратили. Резюме. Здесь вы запоминаете, что до 20-го числа нужно успеть внести деньги. Обязательно, повторюсь, если вы хотите получать выгоду с кредитной карты, гасите платежи в рамках беспроцентного периода. Теперь о выгоде, которую мы с вами получаем. Первая базовая выгода – это кэшбэк. Что такое кэшбэк? Это часть стоимости покупки, которую банк возвращает вам при оплате карты. Какие есть варианты этого кэшбэка? Это либо живые деньги, но здесь дают мало, около 1%, либо какие-то бонусы, например, авиамиле или прочие бонусы. Здесь фишка в том, чтобы выбрать кредитку, которая больше всего подходит вам по структуре трат. Так, определитесь, на что у вас больше всего денег уходит. Например, у меня солидная часть месячных трат уходит на кафе. Поэтому я завел кредитку, по которой кэшбэк по кафе составляет 5%. Опять же, название банка упоминать не буду в видео. В комментариях, наверное, напишу, если кому-то интересно спрашивать, я напишу кредитки, которыми пользуюсь. Есть специальные кредитки с кэшбэком на заправках. Если вы владелец автомобиля, вы заправляете свой автомобиль несколько раз в неделю или в месяц, то возьмите такую кредитку, чтобы у вас был большой кэшбэк платить ее. Я знаю людей, которые заводят себе несколько кредиток, одну с кэшбэком на автозаправках, одну с кэшбэком в кафе, для того, чтобы как можно больше денег возвращалось обратно. Общая идея. В течение месяца расплачиваемся кредиткой, то есть, скажем, идет сентябрь, платим тут, там кредиткой, получаем кэшбэк, в отличие от трат наличными, когда вы наличными где-то что-то оплачиваете, вы ничего не получаете, просто расстаетесь с деньгами. Так капает кэшбэк в несколько процентов. В следующем месяце гасим кредитку, то есть, в сентябре расплатились, до 20 октября, значит, гасим платеж. Тем самым получается, что вы кэшбэк получаете на свой счет, да, в виде авиамиль, живых денег, чего-то еще, там, 1, 2, 5, 10 процентов в зависимости от карты. И еще фишечка, более тонкая, получается, что мы пользуемся деньгами дополнительный месяц, да, вот, если бы вы тратили свои деньги, вы бы в сентябре платили бы своими деньгами, но вы платите в сентябре чужими деньгами, а возвращаете до 20 октября, поэтому вот этот месяц, он ваш. Вы можете эти деньги где-то прокрутить. Самый простой вариант прокрутить эти деньги, это держать их на карте с процентом на остаток. В процентах годовых сейчас это около 5-6 процентов годовых, и получается, что у вас открыта дебетовая карта, где есть остаток на карту, у вас есть кредитная карта, и вы, даже если у вас есть деньги, у вас есть запас, подушка безопасности, это отлично блестяще, но вы все равно платите кредиткой в течение сентября, даже если деньги у вас есть на карте, они лежат на дебетовой, приносят вам маленький, но стабильный процент на остаток, затем в октябре вы там 19-го гасите кредитку, тем самым вы деньги вот эти крутили, ну и получили что-то из расчета 6% годовых на вот эти вот деньги. Каков размер выгоды по кредитным картам, которые вы можете получить вот в такой системе? Первая выгода, кэшбэк. Посчитайте 1% от ваших годовых трат, ну в рамках месяца выгода безусловно получится, но получится весьма маленькая, поэтому стоит считать сразу в годовых. Итак, посчитайте, сколько вы денег тратите в месяц, умножьте на 12 и возьмите от этого 1%. Если вы тратите на какие-то категории больше денег, то возьмите 5% от них, потому что можно найти карту на кафе, на заправки, на авиабилеты, на что-то еще. Далее, посчитайте, сколько вам денег, дополнительно к этому принесет прокручивание денег лишний месяц. Здесь либо процент на остаток по карте, я так делал раньше, когда только начинал инвестирование, затем, когда начал инвестировать, что я по-прежнему, несмотря на, ну скажем так, весьма большой инвестиционный доход, по-прежнему использую кредитку. Почему? Ну потому что как бы уже такая привычка, во-первых. Во-вторых, я же могу на инвестициях дополнительный месяц деньги прокрутить, почему бы нет? Ну и это может быть больше, чем 5-6% годовых существенно. Ну, конечно, я не могу гарантировать, что у всех получится выгодно деньги крутить на инвестициях, но, по крайней мере, у меня вроде как получается, и можно в среднем получать на инвестициях, исторические данные так показывают, больше 5-6% годовых, там российский рынок акций исторически 20% годовых дает. То есть прокручивание здесь может дать больше прибыли, можно просто с инвестиционного дохода гасить кредитку, и вы прокручиваете тем самым эти деньги, они дают вам дополнительный доход. Вот это прокручивание. И желательно выбрать кредитку, чтобы она была для вас бесплатной или дешевой. Что значит бесплатной? Просто бесплатной их никто не дает, но есть определенные кредитки, где говорится, что если вы, скажем, держите вклад в этом банке, кредитка бесплатная, или если вы тратите в месяц не менее такой суммы, кредитка бесплатная, словом, посмотреть, можно ли для вас оформить кредитку бесплатно, да, по каким-то там критериям, да, по каким-то тарифам, что вот вы подпадаете под эти условия, и она для вас бесплатная. Получается кэшбэк определенной выгоды, ну, скажем, 1% от годовых трат, 5% от каких-то категорий, прокручивание денег лишний месяц, ну, и минус комиссии, которые стоит минимизировать за использование кредитов. Стоит ли игра свеч? Можно увидеть, что выгоды от кредитки не огромные, а я предупреждал в самом начале видео. Это неудивительно, потому что банки деньги налево и направо раздавать не будут. Тем не менее, в течение года это может суммироваться в тысячи или даже в десятки тысяч рублей. Это зависит от размера ваших трат, от размера месячных оборотов, да, сколько вы тратите, сколько будет кэшбэк и набегать. Но для средних заработных плат по России мы делали расчеты, ну, это где-то там 10-15 тысяч рублей в течение года. Что такое 10-15 тысяч рублей в течение года? Это такой нормальный, приятный бонус. Опять же, не миллион, как я и обещал, но, тем не менее, что-то такое приятное. Если у вас больше доход, то может быть даже больше 20-30 тысяч рублей в течение года. Еще одна фишка в том, что для получения выгод не нужно что-то делать каждый день. Вам нужно просто выделить один раз несколько часов, чтобы изучить фишки, изучить фишки под названием кэшбэк, процентный остаток, понять, когда нужно гасить кредитку. Один раз вы это делаете, затем просто раз в месяц гасите кредитку в нужный момент, в беспроцентный, подчеркиваю, период. Здесь требуется определенная дисциплина, это очень важно. То есть использование кредитных карт это не для тех, кто забывает дату возврата платежа по беспроцентному периоду, это для тех, кто готов, скажем, до 20-го числа каждый месяц или до какой-то другой даты, которую устанавливает банк, выплачивать вот этот платеж по беспроцентному периоду, не забывает это делать. Для этого требуется дисциплина. Использовать кредитку или нет, решать вам. То есть в целом здесь есть определенные плюсы. Это может быть несколько десятков тысяч рублей в течение года, но как бы выгода как бы не миллионная. Требуется дисциплина, требуется определенное, небольшое, но все-таки требуется время. И решать вам, использовать кредитку или нет. А на этом я благодарю вас за внимание. Если вам понравилось это видео, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на наш канал. Традиционно написать в комментариях пожелания по темам в следующих видео. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok